друзья приветствую вас на канале вокруг стерео и хотел бы с вами поговорить о такой вещи как электрический ток у музыки в том числе так как музыка и есть колебания изменения напряжения которые позволяют двигать динамик вперед либо назад создавая акустические образы которые мы воспринимаем как копии музыкальных воспроизведений удивительное конечно же открытие технология конечно же очень старая но давайте вспомним как это все в общем-то изначально происходило выдвигались разные теории относительно электрического тока какое же его направление долгое время вообще у тока не было направления именно по вопросу направления ампер предложил считать одно из направлений правильно в общем то как сегодня представляет что такое электрический ток у нас есть некий проводник его часто представляет трубой и как будто по ней текет вода такая труба и по ней там что-то текет туда но есть такое представление на самом деле такое представление очень глубокие годы далекие годы придерживались его несколько ученых и в общем то часто учителя на основе этого и это и объясняют то есть там есть определенные заряженные частички допустим электроны и вот они начинают двигаться и как мы представляем что у нас есть источник вот какая-то батареечка да или розетка пускай там розетка у нас будет и у нас есть например усилитель да и у нас есть колонки от усилителя идут провода от розетки идет усилитель и вот ток бежит заходит он усилитель ток нарисуем красной линии и дальше он уже усиленно идет в колонке смодулированы соответствии с музыкой да там какой-то источник у нас есть сиди проигрыватель ничего какой-то в общем то это все замечательно и главная идея была что в металлическом проводнике проводе да у нас перемещается электроны то есть вот такие вот электрончики суть в том что все электрончики они отрицательно заряжены то есть это отрицательно заряженный элемент и вот они все перемещаются вроде бы интересно но смотрите мы с чем сталкиваемся нас допустим есть схема сейчас я нарисую схему вот у нас источник сказать плюс минус и вот у нас от источника идет ток к некоему потребителю скает у нас будет здесь здесь вот у нас будет пускай лампочка да и она у нас светится как это все объясняется что у нас внутри проводника движутся электроны и они вот как движутся они движутся вот так так вот они движутся замечательно электроны они все отрицательно заряжены и мы можем представить что да у нас из минусовой точки электроны начали движение плюсу да и вот они вот так вот у нас постепенно вот все перемещаются и заставляет лампочку гореть именно так в общем то и объясняется на электротехнике этот принцип главное чтобы была замкнута цепь тогда возникает движение электронов и электрончики они так вот двигаются и лампочка горит но есть один момент ребята скорость перемещения электроны сегодня измерено все-таки это не времена ампера и она составляет соответственно если у нас длина цепи ну например 10 метров то когда я включу выключатель то должно пройти я не знаю достаточно много времени то есть я могу сходить на самом деле я нажал выключатель я пошел сварил себе кофе попил с бутербродиком намазал бутербродик и вот я пришел и вот наконец меня лампочка загорелась и это будет соответствовать тому утверждение что именно электроны переносят заряды как многие говорят что электроны переносят заряды вот если бы они движутся и за счет этого переносят заряды и представляют как будто вот это вот все идет движение такое и тогда бы да это было бы имело бы место если бы это бы не сталкивалась вот с таким вот вариантом что движение самих электронов она очень-очень медленная то есть сам электрон не в состоянии передать заряд с нужной скоростью чтобы эта лампочка сгорелась и лампочка по этой теории в принципе она загореться может но через очень продолжительное время не сразу и в этом в общем то и есть определенная проблема окей другие ученые сказали что ну допустим да электрон он очень медленный да он очень медленно двигается поэтому давайте предположим что электрон не двигается а передает заряд то есть у электрона есть определенный заряд и он сам то не двигается но он его просто передает вот следующим да так передай следующему передать следующему передать следующему и за счет этого вот это все передается намного быстрее и лампочка в итоге загорается да и смотрите здесь идея в том что раз от источника передается от минуса к плюсу да то внутри самого источника логично что передается наоборот от плюса к минусу наоборот окей то есть вроде бы работает эта идея но возникает другая дилемма казалось бы вот мы уже догадались да и решили как все-таки электрический ток работает почему лампочка горит электроны оказывается они не двигаются как таковой хотя они двигаются очень медленно но они просто передают заряд да и я слышал как бы от многих людей именно вот эту идею что именно заряд передается и вот поэтому тоже лампочка горит окей допустим но что нам делать если у нас ток переменный теток переменный он то сюда на чуть-чуть то сюда на чуть-чуть то есть получается что у нас все время дрожит то то сюда то туда то сюда то туда то сюда то туда и на самом деле то есть движение нету он то вперед то назад то вперед то назад и с такой идеей тогда смотрите если энергия передается не перемещать с помощью электрона она передается от одного электрона другому да как передая другому в одну сторону то если бы это был переменный ток то энергию и передавалась и назад раз она вперед а всуда почему она назад learnt пресса она и бы в тот момент когда в обратную сторону направление поменялась переменного только она бы то есть плюс-минусом изменил направлений до поменялся местами она бы JD300 буквально и это бы привело к тому что у нас бы энергия назад бы попадала в электростанцию. То есть электростанция отдает ток, а сеть ей говорит, нет, назад, на тебе назад. Она отдает, и тут же назад она прилетает. И как бы ничего не получилось бы, но так же не происходит. Энергия не приходит назад на электростанцию. Энергия именно идет от электростанции до потребителя. Окей. Уже, да? Интересные у нас получаются какие-то выводы, да? Второй момент. Как определить направление тока? Как определить направление тока? Для этого мы опять нарисуем вот эту схему простейшую с лампочкой, да? У нас металлический, пускай медный проводник. Плюс, минус и лампочка светится, да? Так вот, ребята, считается, что электроны, ну, электроны, они отрицательно заряжены частицей. Они всегда отрицательно заряжены частицей. Они идут от минуса к плюсу. Принципиально, да? Они всегда так вот движутся, от минуса к плюсу. Ну, давайте мы посмотрим, если электроны двигаются от минуса к плюсу, то вы можете предположить, что и направление тока, вот этой энергии электрической, передаваемой, оно тоже же вот так вот идет, да? Тоже вот так вот оно идет. Но нет. Давайте посмотрим на утверждение. А утверждение звучит как? Направление тока принято по направлению движения положительно заряженных частиц. Положительно заряженных частиц. Но, ребята, в металлических проводниках не бывает положительно заряженных частиц, потому что там перемещаются электроны. А электроны принципиально отрицательно заряженные частицы. Понимаете, в чем суть? Как же так получается? Кроме того, вот этот вот постулат выдвинул ампер. И он сказал, что за направление тока принято движение положительно заряженных частиц. А к этому выводу он пришел, проводя эксперимент. Эксперимент заключался в том, что он брал два металлических провода. Ну, и там соединял, измерял и так далее. Но, друзья, раз он брал два металлических провода, там просто физически не было положительных элементов. Там были именно электроны, именно принципиально отрицательно заряженные элементы. поэтому, проведя этот опыт, он решил, что ток соответствует направлению положительно заряженных частиц. Но в его эксперименте не было положительно заряженных частиц. И не могло быть. Потому что у него эксперимент проводился с помощью проводов. Положительно заряженные частицы могут быть в каких-то жидкостях, в газах, но не в металле. В металле они только электроны, только отрицательно заряженные частицы. Вы понимаете? И поэтому, когда пришла вот эта сложно объяснимая вещь, что вам объясняют, что электроны двигаются от минуса к плюсу, а направление тока от плюса к минусу. Но так же не бывает. Вот если бы это были положительно заряженные частицы, не электроны, и они бы двигались так, то тогда бы это было верно. То есть направление тока соответственно к положительно заряженным частицам, но все эксперименты в того времени, в основном, ну если не трогать электролиз и так далее, они же проводились с помощью проводов, где только отрицательно заряженные элементы. Поэтому мы можем прийти к определенным выводам, я не буду их озвучивать, ребята. Но суть такая, вот это вот не суразится именно из-за того, что сказали, что раз, ну типа положительно направление тока по положительно заряженным частичкам. Но в металлическом проводнике нет положительно заряженных частичек. Поэтому это утверждение не имеет смысла. Но это вело к тому, что учителя должны оправдываться и объяснять, так как, хотя электроны двигаются от минуса к плюсу, ну направление движения тока от плюса к минусу, ну так не бывает. Ребята, если локомотив едет туда, он едет туда. Итог, ну никак не будет ехать обратно. Вот. Эту всю, эти все коллизии разрешили последние, ну свежие исследования в области физики, в области электрической энергии. Оказалось, все немножко по-другому, просто были больше правы другие ученые, которые немножко другие изучали сферы, но косвенно близкие. Например, это ученый поинтинг, и есть теорема поинтинга относительно направления движения энергии, да? Я вам даже сейчас ее покажу, как это выглядит. Вот так наверное выглядит. Ну, наверное, для вас непонятно будет, я вам лучше нарисую это все по-новому. в общем, друзья, по современным знаниям науки, следующее есть сведение, нарисуем ту же самую схему. Когда у нас суть какая? Когда у нас схема замкнута, в любом случае все это работает, когда схема замкнута. и вот когда схема замкнута, у нас начинают двигаться электроны. Электроны, конечно же, двигаются от минуса к плюсу, потому что это отрицательно заряженные элементы, но вот это понятие тока, оно получается упраздненным, хотя его амперы ввел, но он даже в тот момент, когда ввел, как я понимаю, он ошибся, потому что он это высказывание сделал на основе эксперимента, который проводил с помощью проводов, оно совершенно отрицает то, что он сказал, потому что это совершенно противоположно, потому что в его эксперименте электроны двигались от минуса к плюсу, в то же время, когда он утверждал, что от плюса к минусу, то есть тут была явно какая-то ошибка. И вот в чем идея, смотрите, сегодня нам известно, что электроны то есть в металлическом проводнике они двигаются от минуса к плюсу. Но также это может быть и переменный ток, тогда они все время меняют направление то плюс, то минус, то плюс, то минус, и по сути они никуда не двигаются. Но, как оказалось, на самом деле им и не надо никуда двигаться, важно, чтобы они, вернее, не то, что они никуда двигаются, а важно, чтобы они просто двигались, неважно, в каком направлении, так как их движение оно создает помимо электрического поля, оно еще создает магнитное поле. Появляется два поля, электромагнитное, на самом деле электрическое, если направлено вот вверх, то магнитное у нас будет направлено перпендикулярно от него. Но смотрите, я не случайно держу вот этот вот палец так вот, потому что это как раз визуальное отображение, теорема поинтинга. У нас есть два поля, это электрическое поле, это у нас магнитное поле, а это направление движения энергии, не тока и прочее, это не вода, это, ребята, не шланг, это направление энергии, это другое, понимаете, на самом деле. и, опять же, даже в те времена многие возражали против идеи того, что электрический ток это вода, которая идет по шлангу, хотя многое где так объясняется. Нет, это, ребята, немножко сегодня известно, что не так. То есть по теореме поинтинга вот так вот одно поле, вот так вот, второе поле и вот направление движения энергии идет вот так вот в отношении как по этому пальцу. И что же у нас получается? Друзья, а получается у нас, что просто движение, неважно какое, вперед или назад электронов или туда-сюда, как в переменном токе, оно позволяет создать магнитное поле вместе с электрическим полем и получается у нас общее электромагнитное поле. То есть вокруг проводника возникает электромагнитное поле, поэтому сам проводник оказывается не настолько важен, он нужен только для того, чтобы создать электромагнитное поле. И вот Вот. На основе этого получается, что следующая идея по теореме пойнтинга, что раз есть электромагнитное поле, то энергия начинает распространяться. И в соответствии вот с этой теоремой, да, вот по направлению пальца, и, грубо говоря, вот от плюсового у нас полюса энергия вот так вот летит на потребитель. И от минусового полюса энергия вот так вот летит на потребитель. Поэтому нет никакого вот этого движения электронов как-то там по кругу, потому что если это переменный ток, то там вообще нету движения. И по кругу так или по кругу так не имеет значения, потому что энергию не передают провода. Провода создают электромагнитное поле, а энергия перемещается по этому электромагнитному полю. Опять же, для людей, которые хотят возразить, что нет, все передается именно по проводу. Ребята, по проводу передается же электронами, да, которые 0,1 в секунду перемещаются, да. То есть мы включили лампочку, и через полчаса она, наконец, загорелась. Но это же не так, да? Ну то есть да, это уже показывает, что нет, энергию не передают электроны. Электроны, они создают возможность создать два поля. То есть общее электромагнитное, электрическое и магнитное поле они создают своим движением, и за счет этого возникает электромагнитное поле, внутри которого перемещается энергия. Энергия всегда перемещается от источника к приемнику, к потребителю. Последние исследования в этой области, они показывают, что электрическая энергия перемещается сквозь поля. Именно поэтому она так быстро перемещается. Скорость перемещения энергии практически равна скорости перемещения света. Некоторые также, ребята, удивляются. Они говорят, что электроны везде одни и те же. Почему? Не могут провода звучать по-разному. Здесь же медь, а здесь серебро. А, например, любители высококачественного аудио, они говорят, что серебряный провод больше высоких частот, а здесь в медном проводе более густой звук. Как это возможно? Как это можно объяснить? Друзья, я так понимаю, это можно объяснить силой магнитного поля, поэтому разная скорость возможно перемещения электрической вот этой энергии, модулированной, да? Поэтому это все влияет. Просто про это не то, чтобы никто не задумывался, до недавнего времени это было неизвестно, это достаточно свежие данные, которых придерживается достаточно, опять же, большое количество американских ученых. Ну, они просто откровенно начинают смеяться, когда им говорят, что электрон пытается перенести какую-то энергию. Потому что электрон, это типа улитки, он мало что может сделать. А, друзья, надеюсь, я немножко постарался вам интересные данные дать. Поддерживайте канал, нажимайте кнопочку спасибо. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok